Добро пожаловать на канал Базар ТВ. Канал с полными обзорами наших устройств, а также операционной системы Microsoft Windows. Приветствую вас на канал Базар ТВ. Если рассказать о Build 2428, то это самая первая сборка с синей темой, как на Windows XP, но с блестящей кнопкой. Тогда эта сборка 2428 являлась под названием Бета-1. Потом был Build 2430. Были исправления заголовка сайта русскоязычного. Вот так вот. А теперь стоит поговорить о нашем сегодняшнем герое. Сегодня я расскажу о самой первой сборке, которая именуется под Бета-2, которая действительно является Бета-2. Это Windows Wild Start Build 2446. Это самая первая сборка, которая именуется Бета-2. Самая приятная фича, это поддержка искусственного интеллекта. Это поддержка в VirtualBox QS System Editions, а также поддержка в широкоэкранный формат, который действительно вы сейчас видите на экране. Как видим, такой рабочий стол. В принципе, всё как обычно. Сейчас подгружается. Корзина, как всегда, с ручкой. Как всегда, есть файл Rebug Report, Redmi Notes, и run, и compatibility mode, так называемый. Зайдём в файл Rebug Report. Как всегда, подавая жалобу корпорации Microsoft о существующих проблемах, можно подать. Было заявку, но сейчас это не работает, потому что Windows XP уже есть. Всё, хватит. Есть Redmi Notes. По документации указывают, что это Бета-2 Reyes Notes. И запуск старых программ, которые были предназначены для Windows 95, NT 4.0 Service Pack 5, Windows 98 и Millennium Edition, и Windows 2000. Это уже не Windows 2000, хотя работает под Windows 2000, но это не Windows 2000, а совершенно изменённая система. Поэтому вот так. Остаётся блестящая кнопка пуск. Давайте заглянем все софты этих программ. Для начала мой компьютер, правая кнопка мыши, свойства. Посмотрим результат. Пока что это Windows 2000, но позже исправление всё-таки будут, но тоже может оставаться Windows 2000, а в ранних билдах под названием Windows XP, которые вносили позже, не было Windows 2000. Это дело разработки. Так, давайте зайдём в все программы. Есть Windows Update, но он не работает. Зайдём в стандартные программы. В специальной возможности есть настройка для людей с ограниченными возможностями. Также имеется возможность экраны лупа, которым можно увеличивать экран даже вот таким вот образом. Увеличивать даже вот так. Но потом всё жирно будет, если много раз увеличивать. Поэтому дело даже увеличение. Ну ладно. Есть экраны диктора. Вот так вот работает экраны диктора. Ну звук, конечно, будет. хрустеть, но тем не менее. Это так ведёт VirtualBox. Потом есть исправление в build 2465, которое уже действительно Windows XP, но всё же называю Windows Waster. Сейчас я показываю экраны клавиатуры, поддерживают русский текст. Даже русские возможности. а также утирить менеджер, который позволяет запускать нескольких программ специальных возможностей одновременно. со специальными возможностями всё. Дальше идём. Коммуникации. Настойка домашних сетей. гипертерминал, который позволяет таким вот образом. Соединяться с модемом. Также можно позвонить, соединиться с коммуникатором, копировать сюда текст. В общем, это всё, что мы получаем в комплекте. Есть соединение с интернетом. Тут всё по-другому, но мы настраивать не будем, так как интернет уже настроен после установки Windows Windows Webster. Есть система конференции NetMeeting. Сейчас откроется. Вот. С помощью онлайн соединяясь с системой конференции. Таким вот образом. Вот. Есть сети сети. Так. Хочу выводить в системе 3 состояние сети подключения. пока что по-старому, как на Windows 2000. Так. Есть возможность осуществления звонка, если поддерживает модем. Есть фон-кол, интернет-кол. В общем. так. Дальше идем. Последнее из коммуникации это подключение к удовольному рабочему столу. соединиться с компьютером соседа. Главное знать IP-шник или имя и вперед с помощью Connect и все. Можно взломать компьютер соседа, который находится рядом. Таким вот образом. Ладно. Есть развлечение. Sound рекордер, в котором можно записывать звук в формате WAV, но с ограничениями 60 секунд. Есть настройки и их эффекты. можно записывать звук. Также есть возможность регулировки громкости. На максимуме уже стоит. Также есть дополнительно AUX, видео, микрофон это очень важно. К примеру, отключаем Mute и увеличиваем громкость. Потому что по умолчанию звук микрофона закрыт. А также есть Windows Media Player, как на Windows Millennium версии. Но музыку воспроизводить не буду, к сожалению, из-за авторских прав. Такие вот функции предустановлены. Есть радиотюна, CD аудио, ну и так далее. Много функций, чем на Windows 2000. Так говорится. Есть игры. Есть пассианс свободная ячейка с и тех современное название. Если подходить к Windows 7 таким вот образом, можно играть в игры. Так, есть червы. игра простая и интуитивная понятная. Интуитивная понятная. Не всегда попадаешь, но тем не менее. по большому счету я выиграл последнее место. есть интернет игры, но увы не покажу. Если открыть, то надо подождать. Давайте искнем, что я. Просит подключиться к интернету. Ну ладно, настраиваем вот это, потом вот это. Автоматический проксер, сервер и финиш. какая приезд не соединяется с интернетом. Это Алис капут, все. Это устаревшая версия, сейчас вы не можете играть в игры в старой версии интернет-игры, поскольку они вообще не работают в связи с того, что сейчас люди сидят на Windows 7. Так вот, идем дальше. Помимо интернет-игр, а ведь есть интернет нарды, интернет, шашки, интернет-червы, интернет-реверси, интернет-пики, есть сапер обычный, есть трехмерная игрушка пинбол, еще раз, иду я демонстрацией. Ладно, такс, есть обычный пассианс, а так же пассианс паук. Звук хрустит в ранних сборках. Сыгрой закончили. Так, есть активация Windows, но я уже активировал. И посмотрите сколько дней. Насколько... Короче, можно пользоваться навсегда. Так, это мы потом проверим. Есть архивация данных Backup. Это боится символов. Так же имеется возможность очистка диска от какого-то мусора. Например, диафрагмитация диска. Можно диафрагмитировать диск с помощью бета-версии. Таким вот образом. Так же есть синхронизация с файлом с новым компьютером и старый компьютер. Диспетчер задач, назначенное задание. Так же есть... Диспетчер задач, назначенное задание. И, наконец-то, системное восстановление. Такое вот системное восстановление. Перейдем к основным программам. Есть адресная книга, которую можно занести в списке людей. Есть новый контакт, новая группа или новая папка. То, что нужно. Так, закрываем. Есть кайкуятор. Кайкуятор обычный. Имеется даже научный. Плюс еще дополнительный. Как ни странно, можно показаться. Есть командная строка. Блокнот. Блокнот обычный. Сохраняется в формате .txt. Текстовые документы. В общем, это базовый функционал. Просто напечатать и сохранить. Point. Point обычный. Рисовать цветные рисунки в любом формате. Таким вот образом. Вот. Таким вот образом. Есть синхронизация. Windows Explorer. Это, естественно, можно управлять файлами. Естественно, есть. Вырезать, копировать, ставить, ставить ярлык. Есть Windows Movie Maker. Такое вот первое приветствие. Ну и зато, это старая версия Movie Maker. Именно первая версия. Можно создавать проект. Импортировать медиафары в видеоредактор. Также возможно записывать видео. А если нету камеры, то аудио. В формате .wma. В видео в формате .wmf. Вернее .wmf. Честно говоря. Такой уж Movie Maker. Дальше идем. Есть WordPad. Обычный документ. Ну и все, пожалуй. Есть также автозапуск. Возможность запуска программ после включения компьютера. Дальше идет Internet Explorer. Вместо того, чтобы показать. Он глючит? Нет. Вроде. Восстановили. Ладно. Internet Explorer. Сейчас заглянем. Можно посчитать русскоязычный сайт. Опять. Как на Windows. WildStarBuild 2428. Имеет ошибку русского текста. Вместо чего. Вместо чего. Отображаются квадраты. Если. В последних сборках. В бета-1. Это Windows. WildStarBuild 2430. Отображали заголовок. Русский текст. То. А теперь. Опять. Потом. Позже. Исправят. Опять. В сборках. Можно. Читать. Новости. Такие вот. Штуки. Так. Internet Explorer 6. 2446. В принципе логично. Есть. MSN Explorer. Есть. MSN Explorer. Можно соединиться. Но. Сейчас можно. В ранних жизнях. Соединяться. Или нет. Есть ещё. MSN Explorer. Service. Outlook Express. Который можно проверять почту. Просматривать почту. Хорошая функция. До появления. Microsoft Office. На вашем компьютере. Медиапор уже дублируется. VirtualBox. Поддерживает. Теперь. Панель управления. Панель управления. Панель управления есть. В классическом виде. А есть ещё. В очень классическом режиме. В старой версии. Итак. Есть. Настройка специальных возможностей. Есть. Установка оборудования. Добавление драйверов. Установка и ударение программ. Также есть. Административные. Утииты. Дата. Время. Поддерживает. Русский стандарт. Переживать. Не стоит. Можно. Установить. Установка. Тут есть. Вайстер. В Windows Classic. Есть. Тема оформления. Рабочий стол. поддерживает безмятежность вот безмятежность все-таки есть в ранних сборках есть заставка также есть настройка цветовой схем всего лишь только одна схема на данный момент и настройка экрана есть свойства папки есть шрифты игровые контроль это джойстики свойства образования интернета клавиатура мышь так есть свойства с интернетом телефон и модем кстати есть ошибка с отображением так дальше есть электропитание принтеры и факсы язык и региональный стандарт дальше есть сканеры и камеры если поддерживает менеджер задач назначенное задание звуки и аудио устройства есть есть речь «Система». Также панель задач и меню «Пуск». И менеджер учетных записей. Все как обычно, как на Windows XP, но это ранее сборок. Есть «Справка и поддержка». «Поиск». «Собачек» еще нету. Есть команда «Выполнить». Так. «Русский заголовок не поддерживает опять». Пожалуйста. И на этом обзор заканчивается. Какой итог? Windows Wildstar Build 2446 – это самая первая сборка Windows Wildstar, которая именуется «Beta 2». Прошлая сборка была Windows Wildstar Build 2430. То же самое, которое вы сейчас видите на экране. Все то же самое было. Но называю еще «Beta 1». И «Выисправление» с заголовком русского языка. Сейчас опять «Ошибку наделай», потом «Исправи». «Исправи». Но это в следующем видео когда-то увидим. А сейчас обзор окончен. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. Счастливо. Спасибо за просмотр на нашем канале. Если вы не зарегистрированы на YouTube, тогда все наши видео обзоры, полные обзоры на Базар ТВ, вы можете увидеть на сайте www.bazardefistv.tk. В конце этого видео я встретил неожиданный сюрприз под названием «Это что сейчас было?». Это был синий экран смерти. Я удивляюсь. С первого раза, когда я выключил операционную систему, такого проблем не было. А вот когда я показал все функции, то это неожиданное «но». Ладно, еще раз спасибо за просмотр и до свидания.